Еще одна новость из Жанаузена. В стране с января текущего года вырос уровень минимального месячного расчетного показателя. Соответственно, увеличились размеры пособий и социальных выплат. Сколько денег получат люди с ограниченными возможностями, какие виды государственных услуг им оказываются, подробнее в следующем материале. Сегодня через Жанаузенский городской отдел занятости и социальных программ более 3500 человек с ограниченными возможностями получают 10 видов государственных услуг. Помимо ежемесячных пособий, люди с ограниченными возможностями, потерявшие зрение и слух, обеспечиваются обязательными гигиеническими средствами. А инвалидам первой группы предоставляются услуги индивидуального помощника. Отметим, что в соответствии с изменениями, внесенными в закон Республики Казахстан о специальных государственных пособиях, пособие по уходу за инвалидом первой группы назначается в сиделке. До сих пор такое пособие выплачивалось только няням с инвалидностью с детства первой группы. Сейчас все услуги предоставляются через портал социальной помощи. Каждый инвалид может получить услуги в соответствии с программой реабилитации с помощью ЭЦП-ключа. Все это отлично организовано. Имеется и уголок самообслуживания. Получателям услуг отделения реабилитации инвалидов по назначению врачей предоставляется возможность отдохнуть в санатории бесплатно один раз в год. Жамал Бимагамбетова, который уже несколько лет пользуется этой бесплатной услугой, готовится к очередной поездке в оздоровительный центр. Оно уже собрало необходимые документы и выбрало пункт назначения. Нам дают путевки во все оздоровительные учреждения Казахстана. Большое спасибо специалистам, которые оказывают здесь услуги. Как только мы вошли, к нам сразу подошли специалисты центра, объяснили, как и куда нам необходимо обратиться для получения услуги. Никаких проблем не возникает. В соответствии с законом о бюджете Республики Казахстан с 1 января текущего года установлен месячный расчетный показатель в размере 3063 тенге. В соответствии с данным законом увеличились и размеры государственных социальных пособий. Мы выдали средства тем, кто участвовал в отечественной и других войнах. Выдаем сертификаты ветеранам тыла, участвовавшим в очистке полигона в Семипалатинске. Раз в год они получают помощь в размере 10 МРП. Мы также помогаем тем, кто ликвидировал последствия аварии в Чернобыле, ветеранам Великой Отечественной войны, а также приравненным к ним лицам. Жанна Узенский городской отдел занятости и социальных программ оказывает единовременную материальную помощь инвалидам пять раз в год в связи с праздниками. Шесть раз в год такую поддержку получают дети. Айжан Сабитхазы, Саулежу Мамбет Айбулат Мирманула. Новости.